Доброе утро, дорогие друзья! Наконец-то на Кубань пришла зима. У нас лег мороз, 10 градусов. К сожалению, без снега, на голую землю. Ну, красота совершенно сказочная. Все сверкает бриллиантами. Воздух тихий, свежий. Сегодня я хочу немножечко пару слов сказать о зимней и летней проездке, как меня просили. Итак, что касается разделения на летнюю и зимнюю работу, то фактически по объему работы вы должны следовать своему графику, своей работе. И различий нет. Дело в том, что я бы делила даже не на летнюю и зимнюю работу, а на весна-осень и лето-зима. И дело все не в температурах, а в грунте. Вот видите, эти следы на дороге, они закаменели. Хорошо, конечно, если вы можете ездить на все четыре стороны света. Что там такое? Иди давай, блин, на километры никого нет нигде. Хорошо, если у вас большие просторы для езды. Но у меня вот одна вот эта дорога есть, я по ней каждый день топчусь. И за неделю работы по грязи она превращается в месиво, измешанное копытами. А потом, соответственно, все это замерзает, и совершенно невозможно поставить ногу. Там же, где я умудрилась не накопытить еще, все превращается в довольно скользкие такие глыбы, трава скользкая. Вот. Поэтому, как так или иначе, зимой приходится уменьшать объем работы. Вот. Летом то же самое. То же самое. Все вот эти вот натоптыши мои превращаются в острые, сухие края. И дело тут даже не в подковах. Можно подковать. Я боюсь в данном случае не за состояние копыт. У моей, кстати, копыта довольно-таки крепкие. Вот. А дело в положении сустава. Когда нога наступает на эти глыбья, она искривляется под разным углом. Вот. И если довольно неудачно на резвых аллюрах наступить на эти кочки, можно повредить суставчики. Вот. Поэтому сильно не поработаешь зимой. Не говоря о том, что можно подскользнуться. Вот. В этом, кстати, большая трудность заключается вообще в работе в разные сезоны. Потому что осенью по грязи я вот, например, наработала ее. Мы работали по тяжелой грязи. Залазили в пахоту. Кобыла набрала мышечную массу. Легкие накачала. И тут, бац, мороз. И мы сейчас вынуждены красться. Кое-где вот тут хорошее поле. Но это поле люцерного. Здесь тоже топтаться нельзя особо. Кое-где мы найдем место, чтобы порысить, чуть-чуть кинтернуть. Но все это осторожно, сдерживаясь. Вот тут таится опасность в том, что лошадь-то можно не сдержать. Она попрет. И что-нибудь нехорошее сделает со своими ногами. Вот такие вот дела обстоят с сезонностью работ. К сожалению, особенно летом, не удается мне ее удержать. Зимой она сама как-то осторожничает, потому что, может, и подскользнуться, и она это чувствует. А летом она прет, наступает на качкаре, и поэтому периодически она у меня хромает. Так что я не скажу, что я удачно избегаю всех этих ситуаций. Ничего подобного. Да, кобылушка? Вот сейчас она бодрая, она бы с удовольствием сейчас ринулась. Но, к сожалению, придется сегодня тихонечко работать аккуратно. Пахота тоже, она очень напиталась водой. И сейчас, даже если она пробьет, вглубь копытом, там довольно тяжелая, липкая грязь, здесь глинистые земли сверху. В общем, особо не порезвишься. Поэтому в такие дни я завидую тем, у кого есть возможность работать в манеже или на кругу. Шикарные есть на ипподромах круги. Иди, 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 иди. Иди вперед. Вот такие дела. Ну, остальное вы и без меня прекрасно знаете. Летом встаем пораньше, зимой встаем попозже. Хорошо одеваемся. Я никаких попон не использую. Амуниция у меня одна и та же. Только ноги в галошах очень мерзнут. Потому что обуви такой у нас, у нас у южан, на мороз ничего не рассчитано. У меня даже сапог нету теплых. Поэтому просто взяла мужнины галоши 45 размера и 4 носка. Вот вам и вся снаряга. Вот. Ну, летом так же не гоняем до упады, до обморока, жалеем сердце лошади. Зимой тоже следим, чтобы она мокрая не оставалась, не стояла. Как-то ее сушим. Ох. Вот этот куст треклятый. Вот за три года я примерно около тысячи раз мимо него проехала. И каждый раз здесь у нас какая-то начинается истерика. хотя ни разу отсюда даже воробей не вылетел, да? Иди ровно. Ох, чума. А вообще, чувствую себя зимой как у соковна проруби, блин. Куртка, двое штанов, четверо носков, перчатки. Это все какой-то ужас. По дороге ходи, ё-по-расоте, старый дурень. Вот так, потихонечку. Неудобно. А если неудобно, значит, так сказать, небезопасно. Поэтому зима это тяжелое испытание для меня. Ох, господи. Что, все? Давай потихонечку. Ну и, конечно, кормление. Если летом я могу убавить корм при убавлении работы, то зимой, даже если лошадь стоит, я не убавляю кормление, потому что зима вещь суровая, лошади нужна энергия для обогрева. Сено вообще постоянно. Ну и овес в полной дозе, так сказать, независимо от работы. Вот лазим тут совершенно одни праздничные дни и все кушают салаты, а мы лазим в ледяные поля. Ну как же красиво! Как же все это красиво! Если бы не лошадь, я бы не увидела ни вот этого алмазного рассвета, ни этих чудесных облаков, ни неба синего. Сидела бы сейчас у телевизора. Да, моя птичка, сейчас я тебе угощу, моё солнышко. В общем, лошадь – это счастье, я вам желаю этого счастья. моё солнышко. Спасибо за субтитры Алексею и субтитры Алексею